В эфире РБК Алфа. Мы вещаем из отеля Шаратон. Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Сейчас главные региональные новости к этому часу. Процедуру наблюдения ввели в уфимских инженерных сетях. Арбитражный суд республики вынес такое решение на основании заявления от БашРТС о банкротстве унитарного предприятия. По последней информации, задолженность УИС перед башкирскими распределительными тепловыми сетями около 550 миллионов рублей. По информации издания Коммерсант Уфа в мэрии уверяют, что у МУП только временные финансовые трудности, связанные с дебиторской задолженностью. Кроме того, муниципальное предприятие рассчитывает взыскать с правительства республики полтора миллиарда рублей убытков, не учтенных в тарифах на его услуги. МУП УИС – предприятие, заведующая большой частью тепловой инфраструктуры столицы Башкортостана. Это трубы воды и пара, котельные и так далее. Отмечу, в целом долги потребителей за отопление и горячую воду перед БашРТС выросли за год на 19% до почти 6,5 миллиардов рублей. В 2017 году рост сельхозпроизводства в Башкортостане составил 2,8%. Это выше среднероссийского показателя почти на полпроцента. Об этом заявил глава региона на совещании с главами муниципалитетов и руководителями ведущих предприятий АПК. Рустам Хамитов отметил, прирост в растении и водстве на 5%, также незначительно выросло животноводство почти на процент. Общий объем валовой сельхозпродукции превысил 170 миллиардов рублей. И это несмотря на сложные погодные условия, в частности, переувлажнение почвы. В прошлом году в республике сделан важный шаг вперед. Производительность труда в сельском хозяйстве выросла и достигла почти 1,4 миллиона рублей на одного работника. Это уже неплохая цифра. Правда, этого удалось достичь в первую очередь за счет проектов крупных предприятий. Теперь главное добиться общего повышения рентабельности агропромышленного комплекса. По словам Рустама Хамитова, сегодня в сельском хозяйстве региона превалирует сырьевая составляющая. И важно минимизировать затраты при производстве готовой продукции, расширять переработку мяса, зерна, овощей, фруктов. В этом сегменте власти делают ставку на средние и малые предприятия. Глава республики заявил о возможности создания программы по развитию перерабатывающей промышленности и логистики, в которой предусмотрят финансирование проекта, в том числе по схеме государственно-частного партнерства. Подразделения по регулированию контрактной системы создадут в Минфине Башкортостана. Новые полномочия перешли от Минэкономразвития республики. Структуру начнет работу уже в ближайшие месяцы. Сейчас Минфин набирает сотрудников, прежде всего специалистов в области госзакупок, а также в сфере управления, юриспруденции, аналитической работы. Штатная численность подразделения не превысит 20 человек, сообщили в пресс-службе министерства. Другие подробности пока не сообщаются. И сейчас переходим к информации о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллар просел на 10 копеек, 56,18 евро, в плюсе на 38 копеек, 69,93. Лучшие обменные курсы на данный момент, покупка доллара в Телекоммерцбанке за 56,11 копеек, продажа в Россельхозбанке, Тимербанке и Уралкапиталбанке за 56,49. Наиболее выгодные предложения по покупке евро в Росгострахбанке, Телекоммерцбанке и Тимербанке за 69,60, продажа в банке БКС за 69,99 копеек, с комиссией до 3% за обменную операцию. На этом пока все. Эти и другие новости